Сейчас ему 45 лет. Он ревновал мать к успеху у публики, а она, чтобы сгладить свое постоянное отсутствие дома, содержала его и всячески опекала, несмотря ни на что. Ни на наркотики, ни на связь с криминалом. Она любила его до своего последнего дня. Как сложилась жизнь единственного сына Валентины Толкуновой, Николая. Уже в 18 лет талантливая Валентина стала солисткой вокально-инструментального ансамбля под руководством Юрия Саульского. И в том же году стала его законной супругой. Саульский был старшей нашей героини на 18 лет, но вскоре молодая семья распалась из-за измены супруга. А вот второй брак для Толкуновой оказался длиною в жизни. 23 года разницы не остановили влюбленных. Ей было только 28, а журналисту-международнику Юрию Попорову уже 51 год, когда они поженились. В этом браке и родился единственный сын Толкуновой, Николай. Но когда мальчику не было и одного года, супруг отправился в командировку в Латинскую Америку. Валентина понимала, что если не поедет с ним в Мексику, то потеряет мужа. Так и произошло. Она потеряла не только супруга, но и сына. Толкунова любила петь и много гастролировала по всей стране. Сцена была для нее всем в жизни. Но поездка мужа затянулась на долгие 20 лет. С сыном сидела бабушка, а Валентина, пытаясь загладить свою вину и частое отсутствие дома, содержала ребенка. Николай ревновал маму и не понимал, почему она его каждый раз бросает. Постоянные разъезды отдалили сына от Валентины, и мальчик рос ленивым, непослушным и своевольным. Так он связался с плохой компанией и криминалом, чуть не попал в тюрьму из-за увлечения запрещенными препаратами. Но связи толкуновые помогали ей решать проблемы сына, и она каждый раз вытаскивала его, оберегала и решала все материальные трудности. Но ее чрезмерная опека и забота еще больше отчуждали Николая от матери. Он обижался и думал, что она его постоянно контролирует. Когда Николай решил заняться бизнесом в Болгарии, Валентина купила ему там квартиру и дала денег на открытие компании. Николай последним узнал, что мать неизлечимо больна. Только тогда они помирились, и Валентина вновь обрела сына. Толкунова 20 лет боролась с раком. Сначала у нее диагностировали опухоль в груди, но, несмотря на химию и несколько операций, метастазы все же добрались до головного мозга. Ей было всего 63 года. Сейчас сыну Николаю 45. Он получил в наследство от матери две большие квартиры в Москве, дом в Подмосковье и дачу, несколько квартир в Болгарии и Черногории. Часть недвижимости молодой человек продал, а часть сдает. Он сам говорит, что не хочет детей и не хочет ни к кому привязываться. Часто посещает храм и входит в состав благотворительного фонда имени Валентины Толкуновой. А как вы считаете, Толкунова была права, постоянно опекая и контролируя сына? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok